всем привет вы находитесь на канале про деньги рынке дмитрий шеф это очередной обзор нашего российского рынка посмотрим с вами российский рынок акции посмотрим с вами валютную пару рубль доллар но и в целом что у нас происходит на рынке чего стоит ожидать как обычно смотрите это видео до конца не перематываем все станет предельно понятно но чтобы не пропускать на выпуск обязательно подписывайтесь на этот канал нажимайте колокольчик рядом с кнопочкой подписаться чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках но а мы наверное начнем не традиционно не рассмотрение изначально индекс московской биржи а с интересной новости которая сегодня обрушила котировки яндекс но принципе наверное эта новость ожидаемо давайте с вами немножко разберемся что же в яндексе сейчас происходит итак у нас сегодня вышли новости перед открытием торговой сессии о том что будет бизнес яндекса ближайшее время разделен все мы связали прекрасно знаем что яндекс зарегистрирован в нидерландах соответственно на бирже у нас торгуются расписки нидерландской компании яндекс и соответственно эта компания после разделения бизнеса в ближайшее время уйдет с московской бирже а на московской бирже будут торговаться вновь зарегистрированные акции уже российской мкао яндекс соответственно то что мы сейчас с вами наблюдаем котировки вот этих расписок нидерландской компании эти расписки с московской бирже уйдут на этой новости мы увидели достаточно большой сегодня провал по этим акциям вернее распискам но а перед началом торговой сессии глядя на фьючерс которые достаточно неплохо провалили я примерно написал что в районе 2 900 базовый актив откроется указал стрелочкой ну и соответственно мы достаточно четко если посмотрим открытие открылись на уровне 2 900 то есть я фактически угадал с открытием а это описал своем инвесторском клубе вип-канале вот соответственно некоторые подписчики воспользовались покупкой на отскок и достаточно неплохо здесь заработали я в данную авантюру не заходил соответственно я в этом не поучаствовал то есть что сейчас важно понимать для миноритариев сразу хочу пояснить вот эти термины есть миноритарии есть мажоритарии достаточно часто об этом об этих терминах говорят но не все понимают что это значит миноритарии это мы с вами мелкие так скажем акционеры держатели данных бумаг расписок и так далее а вот мажоритарии от слова мажор мажорный то есть богаты это крупные инвесторы крупные акционеры вот это все отличие между миноритарием и мажоритарием миноритарии это розничный акционер мелкие а мажоритарии мажор это крупный акционер но ладно давайте дальше так вот самый главный вопрос при разделении бизнеса до на каких именно условиях будет предложено либо обменять либо выйти вот из этих нидерландских расписок уже в российские акции вот это самый главный вопрос и остается по сей день загадкой сегодня утром вот это нидерландская компания яндекс нв сообщила что заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей эту новость статья размещался бесплатным телеграм-канале подписаться на которые нужно обязательно по ссылочке в описании под видео здесь много разной важной информации так вот смотрите основным то есть новой головной компании группы вместо яндекс нв будет российским као яндекс мы с вами помню что в начале года центральный банк зарегистрировал акции до вот этой новой компании на московской бирже основным владельцем этой структуры будет zp и f консорциум 1 куда входят менеджер компании и ряд инвесторов полный состав пайщиков этого zp и f не раскрывается но ни у одного из них нет контрольного пакета менеджер яндекса сохранит управлен сохранит управление компании и право принятия ключевых решений через специальный созданный фонд менеджеров и что главное для нас с вами понимать да сама яндекс вот это нв нидерландская уйдет с московской бирже что это то есть вот эти расписки уйдут с московской бирже а мкао яндекс разместит то есть новая созданная российская компания яндекса до разместить свои бумаги уже на данной площадке после того как сделку по продаже российских активов одобрят акционеры вот это нидерландской яндекса и регуляторы zp и f консорциум 1 планирует предложить держателям акции класса а то есть нидерландской компании они торгуются на московской бирже различные опции по их бумагам чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами мкао после ее выхода на московскую бирже но собственно в компании это не уточнили о каких именно опциях идет речь и вот самый-самый главный вопрос для держателя вот этих расписок это обмен акции вот этих нидерландских на новый созданном као яндекс и ключевой параметр пока не известен то есть по сути здесь придется полагаться на честность в кавычках и порядочных и порядочность инвесторов из консорциум 1 понимаете да конечно же идеальнейшим было бы вариантом идеальнейшим вариантом обменять акции вот этой нидерландской компании на акции мкао яндекс пропорции один к одному но по факту как-то будет никто не знает конечно же но еще что важно понимать вот это нидерландская компания скажем продала российский бизнес с дисконтом фактически сейчас акции оценивается в 50 процентов стоимости от текущих котировок и вот если выполнится такой негативный сценарий то обмен может произойти на пропорции один к двум то есть тысяча двести примерно 63 рубля вот это негативный вариант соответственно котировки сразу же сложится практически в два раза может на рынке все что возможно все что угодно произойти все мы вспомним с вами недавно реструктуризация того самого киви как там кинули акционеров хотя сейчас все говорят о том что до яндекс так не поступит яндекс не поступит но возможно все поэтому я бы лично остался бы в стороне и понаблюдал на это со стороны потому что если все-таки вот это проданные активы российские и ирландские компании все-таки будут конвертированы эти акции в наши российские акции мкао яндекс с дисконтом 50 процентов также один к одному соответственно акционеры получат половина стоимости да и акции котировки акций сложится в два раза но собственно два исхода вариантов и есть не есть позитивные более-менее да есть негативный какой из них случится мы с вами к сожалению не знаем но это риск и если вы покупаете сейчас вот эти расписки нидерландской компании то вы берете на себя вот этот самый риск пишите комментарии кстати что думаете по этому поводу как разрешится эта ситуация верите ли вы что все-таки акционеров не кинут и так скажем останутся при своих либо все-таки кинут и как минимум потеряет ну 50 процентов стоимости данных активов вот и давайте посмотрим с вами из московской бирже пока что здесь принципе ничего у нас не поменялось не поменялось у нас была сегодня некая коррекция от снова данного сопротивления но в принципе у нас был гэп низ потому что яндекс занимает достаточно неплохую долю в индексе московской бирже соответственно я писал еще до открытия о том что конечно же это послужит неким давлением на индекс московской бирже что мы собственно с вами и увидели потом начали отыгрывать спекулятивную историю по яндексу откупать соответственно наш индекс отскочил но мы закрылись снова под сопротивлением принципе нас такая некая проторговка происходит если мы будем пробивать данный уровень сопротивления соответственно нас будет несколько позитивная ситуация на нашем рынке пока что мы видим некий запил у нас нет особой ликвидности особой активности на рынке сейчас но и в целом как я объяснял до подписчикам телеграм-канал о том что у нас сейчас нет и негативных факторов нет и позитивных фактор поэтому сложно предположить да мы можем столько с вами с технической точки зрения предполагать куда пойдет индекс но так мы по именно каким-то фундаментальным значением предположить с вами к сожалению пока не можем нас нет драйверов как для роста так и нет негативных новостей негативных факторов для падения нашего рынка хотя коррекция конечно же ему бы не помешала чтобы закрыть вот эти гэпы которые мы оставили на вот этой волне роста но хотя бы до уровня 3158 было бы спуститься достаточно круто для дальнейшего роста из интересного закрыта сегодня сделка по вк к вечеру достаточно неплохо он уже провалился скорректировался в пятницу он покупался от данной трендовой собственно я в вип-канале эти все моменты прописываю технические дам то есть подписчики обучаются трейдингу да не просто тупо там читают мою аналитику а обучается для самостоятельной торговли мое мой посыл это передавать знания мой опыт подписчикам до чтобы каждый мог самостоятельно думать развиваться не просто там как механический да что-то повторять что-то там делать да а технически именно профессионально мыслить вот закрыта была сегодня по вк на отскоке практически 17 процентов неплохо покупался он в пятницу вот на этой коррекции покупался он от данной трендовой линии собственно я объяснял вот этот момент почему я здесь покупаю то есть если я покупаю я кстати пишу там если я покупаю да то почему я покупаю не просто так купил да просто так купил да а почему покупаю то есть технической точки зрения все аргументирую показываю вот и сегодня на скоке была зафиксирована прибыль по вк но и данную сделку также я отразил в своем своей табличке то есть я веду с начала января текущего года табличку по сделкам но и с начала года доходность уже составила 36 процентов по тем сделкам которые я совершал пока что открытых позиций больше не осталось но все абсолютно сделки закрыты в плюс но это не исключает каких-то минусовых сделок в будущем я больше трейдер нежели инвестор поэтому забирая какие-то движения я сделки закрываю я заранее пишу где я буду покупать да если так получается в принципе по техническому анализу ну и соответственно в моменте пишу где я покупаю где я продаю для информации все это пишу своем как раз таки закрытом инвесторском клубе так далее новотек значит совет директоров сегодня была новость под вечер новотека 9 февраля даст рекомендации по дивидендам за 2023 год но на новотек он не славится какими-то высокими дивидендами высокой дивидендной доходностью высокая дивидендная доходность будет при реализации того проекта который новотек реализует да это spg2 который притормозился ввиду санкций на его участников так скажем инвесторов но если три все три очереди реализуются как по этому проекту а они должны были реализоваться уже до конца текущего года но санкционное давление несколько изменила данные параметры и данный настрой по сделке соответственно там я думаю немного вот эти объемы по новотеку касательно реализации данного проекта не сдвинутся по времени скорее всего на следующий год по первой очереди там их всего три очереди по первой очереди должны были в этом началом начале этого года уже реализовать объемы по факту если вот эти объемы по данному spg2 реализуется по факту то здесь инвестиционная компания достаточно привлекательна опять же второй вопрос кому этот газ потом сбывать нужно наверное еще найти покупателей но так как сейчас в принципе у нас на рынке в основном присутствует спг газ потому что все мы с вами прекрасно понимаем трубопроводный газ он у нас в ограниченных мерах в то же самое китай мы не можем по согласно газпрома поставлять необходимы то скажем объемы да не то что необходимы а большие объемы кроме то скажем круп трубопровода сила сибири один у сила сибири один есть свой потенциал возможных объемов выше которых конечно же поставлять мы не сможем но и принципе у китая до дополнительных потребностей в газе нет мы с вами прекрасно видим как китай не торопится реализовывать с п силу сибири 2 соответственно у китая тоже сейчас некое ограничение касательные его экономической деятельности соответственно то та же самая монголия через территорию которой будет проводиться данный трубопровод сове комментарии также давала и давала комментарии в отношении того что он данное мероприятие данная сделка касательно реализации данного проекта по сила сибири 2 несколько откладывается хотя тоже самое новак говорил что рассматривается рассматривается но новак говорил что будет реализовываться еще к концу 2023 года еще летом 2023 года по факту мы с вами видим что это ситуация уходит какое-то в небытие то есть мы видим что в китае заинтересованности в данном проекте пока никакой нет во всяком случае я думаю что это отражается как раз таки в отсутствие экономического бума в китае и соответственно спроса на газ в таких объемах поэтому пока вот имеем то что имеем вот и естественно на этом фоне сп газ как раз таки в виде сжиженный газ в виде спг газа как раз таки находится на первом месте да он сейчас достаточно мобильный достаточно распространенный и занимает наверное первые места в отличие от трубопроводного газа и здесь если все сложится у новотека соответственно потенциал инвестиционный у него достаточно неплохой но если этот проект реализуется пока что мы видим он притормозился и соответственно котировки находятся под давлением но я писал еще скажем сейчас посмотрим в своем вип-канале по нему 26 еще января что у нас явно бычья дивергенция и если так скажем обращать на это внимание только на технику то должен быть явный лонг я это еще писал на уровне 1438 то есть мы видим что то обыча дивергенция которая здесь я видел и которая который можете вы все лицезреть она явно начала свою отработку я не буду пояснять что это значит бычья дивергенция кому нужно посмотрите в интернете но опять же в вип-канале я вот это все объясняю у нас здесь бычья дивергенция была и соответственно с технической точки зрения это сильнейший показатель сильнейший показатель для его отработки если мы с вами видим допустим технический момент бычью дивергенцию но нет каких-то фундаментальных поддержек реализации то здесь становится такой спорный вопрос но по факту мы видим что технически он все же начал свою отработку вообще по этим формациям есть своя математическая модель математическое обоснование но достаточно знать просто вот такие вот формации тогда сама формация у нас была и по компании сиежа обратите свое внимание я также по ней писал что здесь шортить по ней не нужно так как здесь у нас бычья дивергенция и смотрите это бычья дивергенция аналогичнейшим образом полностью отработалась аналогичнейшая картина и что мы с вами видим а мы видим что шортить здесь конечно по ней не стоило и данная бычья дивергенция отработала но по сиеже на самом деле достаточно все сейчас непонятно комментарии от руководства особых нет мы видим что компания по-прежнему скажем испытывает трудности в отсутствие спроса со стороны китая на деревянную продукцию после потери европейского рынка компания пыталась завоевать азиатские рынки но как комментирует сама компания пока что ей этого не удается но грубо говоря нафиг никому не нужны деревяшки в в азии это первое второе конечно же та логистика которая предусматривает поставку в азию железнодорожным транспортом она просто-напросто съедает всю рентабельность поставки мы видим что компания имеет большую задолженность компания не может справиться как раз таки с налаживанием как контактов как горит сама компания у ней это не получается и на этом фоне мы видим что у компании растут долги в условиях высокой процентной ставки центрального банка обслуживание долгов достаточно дорогое те дотации субсидии которые государство давало деревообрабатывающей отрасли в летом до 2023 года они полностью ушли на проплату именно тарифов по жиде доставки по жиде транспорту то есть логистические затраты и каким-то главным образом конечно на деятельность компании это не повлияло потому что но смысл да давать деньги на текущие затраты когда вы заплатите сегодня погасите затраты а завтра вы уже сделать это не сможете где вы будете снова брать денег вот поэтому компании все достаточно сейчас негативно мы видим что котировки находятся под давлением но здесь вот это бычий диургент означает перекупленность перепродность жесткую соответственно здесь технический отскок просто был необходим какого-то роста от компании я конечно же ближайшее время не жду у компании все очень достаточно сложно но и конечно же нужно обходить стороной такие компании когда у нас на индексе московской бирже полный штиль когда у нас активность очень сильно снизилась буквально в январе декабрь январь очень сильно снизилась активность торгов на московской бирже почему потому что высокие ставки по вкладам зачем рисковать на рынке акций когда идет отток ликвидности в фиксированные инструменты с высокой доходностью ведь дивидендная доходность по широкому рынку она конечно же ниже чем те же самые ставки по вкладам поэтому основная ликвидность у нас будет уже перетекать при дивидендном сезоне у нас ближайшее время будет заседание центрального банка кстати сегодня сбербанк немножко активировался ближайшее время будет отчетность за январь ну как активировался скачет туда-сюда там пару рублей это тоже не особо интересная история по факту мы вышли с этого так скажем проторгованного флага скажем так да коррекционного вот и по данному флагу я дел прогноз касательно достижения 279 кто смотрел мои предыдущие видео об этом прекрасно знает мы фактически это эту точку исполнили что важно понимать будут ли резервы отражаться создание дополнительных резервов отражаться в отчетности за январь потому что кредитный портфель достаточно сильно у банков нарастился в прошлом году на основании низкой денежной базы соответственно в этом году будет расти скорее всего просрочка так как ставка рефинансирования достаточно высокая обслуживать кредиты дорого на этом фоне могут возрасти просроченная может возрасти просроченная задолженность а банки в связи с этим наращивают резервы в случае увеличения конечно же просрочки а резервы это расходы и вот важно посмотреть статью по резервам будут ли банки дополнительно наращивать вот эти резервы соответственно по декабрю мы с вами помним как это повлияло на отчетность была негативная динамика если в январе будет аналогичная ситуация то ну мы в принципе сможем с вами примерно спрогнозировать по январю текущего года по чистой прибыли умножив на 12 скажем месяцев но это чисто приблизительно да какая примерно прибыль будет у банка за 2024 год вот поэтому пока что на самом деле с текущим временем ну сбербанк тоже не особо интересный из негативного на сегодняшний день необходимо обратить внимание на котировки нефти которые с технической точки зрения вот отработали нижнюю границу данного восходящего канала мы даже сегодня его попытались пробить вниз после пробоя данной наклонной линии поддержка у нас на уровне 77 ланговать здесь я бы не стал рисковать потому что это достаточно такая негативная история сейчас по нефти особых драйверов для роста нефтяных котировок нет в связи с тем что какого-то накала обстановки на ближнем востоке мы видим мы не Происходит соответственно дефицитyour席 на мировой спрос никак дефицит нефти на мировой спрос никак не повлияя потому что в принципе дефицита нет да Нефти на рынке много, потребностей мало, соответственно, если будет эскалация на востоке, соответственно, это еще может повлиять. То, что ОПЕК плюс сохраняет свои действия в отношении сокращения добычи, это уже на рынок особо не влияет, потому что ОПЕК плюс выше головы прыгнуть не может. Я это уже неоднократно пояснял еще в декабре прошлого года о том, что в начале текущего года у ОПЕК плюс будет ограниченная возможность корректировки поддержания цен на нефть согласно своим действиям. Те сокращения, которые страны уже провели, но дальнейшим образом сокращать просто-напросто не особо возможно. Тем более, недавно была такая информация о том, что сделка между саудитами и США пытается возобновиться. Какая сделка? А сделка касательно поставки вооружения из США в Саудовскую Аравию. Там ранее было обсуждение США у саудитов насчет как раз-таки вот этой сделки. США поставляет оружие, вооружение, а Саудовская Аравия, соответственно, увеличивает добычу и увеличивает нефть в рынок. США ведь нужно, чтобы пополнять свои запасы, соответственно, резервы свои стратегические. Для этого необходимо, чтобы нефть была ниже 80 и ниже 75 долларов за баррель нефти. Кстати, США по последним данным закупила у Венесуэлы достаточно большой объем нефти. Поэтому США находит варианты для пополнения запасов. Не все там на самом деле так плохо. Поэтому давление на котировки нефти, это давление на наш рынок. И сегодня была коррекция по валютному рынку в части укрепления рубля. На каких новостях это произошло? Мы фактически дошли до верхней границы данного канала. Этот мой прогноз, который я давал, он почти реализовался. Но сегодня были новости. Давайте посмотрим с вами, что же укрепило рубль в моменте. А укрепила новость от Минфина. Если чистый объем продаж валюты на внутреннем рынке в феврале 2024 года в рамках бюджетного правила уменьшится вдвое к январю и составит 8,1 миллиард. Об этом мы с вами говорили. Я говорил причины для девальвации рубля, что валюта, которая продавалась больших объемов в январе, в феврале намного будет меньше объем продаж. Снизится. Что, собственно, и подтверждает данные новостного фона. А вот Минфин с 7 февраля вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, которые Минфин направит на покупку золота и валюты с 7 февраля по 6 марта, с февраля по март, составит 73 миллиардов рублей ежедневно. Министерство будет покупать валюту и золото на 3,7 миллиардов рублей. Покупки будут проводиться в рамках внутренних операций Центрального банка. Центральный банк будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту еще на 11 миллиардов. То есть, Центробанк при этом будет валюту продавать зеркальные операции для того, чтобы не было давления на рубль и не было девальвации рубля. То есть, с одной стороны, Минфин вроде как увеличивает по бюджетному правилу покупки валюты, но мы видим, что с другой стороны, Центробанк зеркалирует эти операции и будет продавать валюту. Один покупает, другой продает. Ну, вот так вот бывает для того, чтобы укреплять нашу национальную валюту. Иначе наши крупные спекулянты поддержали бы действия Минфина и унесли валюту просто-напросто на уровень 100. А вот зеркальные меры Центрального банка это сделать не дают. Поэтому у нас два фактора сегодня было. Это и снижение нефтяных котировок, и снижение и револьвация рубля. То есть, в связи с этим у нас было некое давление на наш рынок акций. Ну, и посмотрим с вами Газпром. Что же у нас там по Газпрому-то? По Газпрому сегодня опять была коррекция. Мы не дошли до нужных. Здесь, опять же, значение уровня 163. Но по факту, по Газпрому, среднесрочно к дивиденцам сезону это позитивно. Спекулятивно здесь пока нет никаких, так скажем, идей, нет никаких новостей для его подскока. Поэтому, если ориентироваться на май, на июнь, то покупать его можно. И, соответственно, те значения, которые я указывал ранее, которые я ожидаю, ну, уровня там 180-185-195-200 к дивидендному сезону можно ожидать. Но здесь нужно ждать, надо набраться терпения. Спекулятивно пока здесь интересного нет. Если будут какие-то новости, скажем, по западному силе Сибири 2, соответственно, Газпром на это будет достаточно быстро реагировать. Ребят, вот такой вот небольшой обзор. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Все ссылки на соцсети находятся под видео в описании. Первая ссылка это подписка на закрытый VIP-канал платный через Telegram-бот. Вторая ссылка это заказ карты Тинькофф Платину с крутым бонусом. Кэшбэк 3000 рублей и бесплатное обслуживание. Ну и третья ссылка это подписка на бесплатный Telegram-канал, где я выкладываю все важные новости. Подписаться на которые нужно просто обязательно. Ну, а с вами был Кмутышев. Всем удачных торгов. Всем пока-пока.